К несчастью, очень большой шанс, наверное, 21%, что у нас будут гражданские беспорядки. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Роберт Кийосаки говорит, самоизоляция даст людям понять, что они были обмануты системой. На этой неделе ФРС США буквально анонсировала бесконечное количественное смягчение, но мой следующий гость говорит, что это не пример капитализма, это пример коррупционного капитализма. Это автор известных бестселлеров, автор книги «Богатый папа, бедный папа», а его последняя работа «Кто украл мою пенсию?» Конечно же, это Роберт Кийосаки. Очень большая честь снова видеть вас в нашем шоу в такое кардинальное время. Я всегда очень восхищался вами и вашей командой, потому что вы, ребята, были правдивыми. Я всегда говорил правду, а вы не лжёте людям, это просто другой способ донести информацию, чтобы держать этих людей в курсе событий. Так что я благодарю вас и вашу команду за то, что вы делаете. Мы пытаемся заставить людей проснуться, Роберт, это правда. Спасибо, что у нас есть такие гости, как вы. Я была очень рада узнать ваши мысли. Я всю неделю следила за всеми действиями в вашем твиттере. Вы были очень громогласными и очень расстроенными из-за того, что ФРС делает сегодня. Давайте поговорим о том, что вы окрестили как коррупционный капитализм. Я не сомневаюсь, что пандемия реальна. Я не сомневаюсь, что коронавирус реален. И я не сомневаюсь, что это действительно опасно. И я нахожусь в зоне риска, просто потому, что у меня была пневмония три раза. У меня была малярия, у меня был несчастный случай во время дайвинга, после которого мои лёгкие буквально взрывались в госпитале. Так что определённо я в зоне риска. Я обеспокоен из-за коронавируса, но я думаю, что это просто дело случая. Как в одной книге «Чудовище с острова Джекил». Эндрю Гриффин написал о механизме Мандрагоры. Магии Мандрагоры. И эта магия здесь. Все так сильно боятся этой штуки под названием «Вирус», который, как я сказал, реален. Как будто он украл ваши деньги, украл ваше богатство. И я бил тревогу годы, годы и годы, советуя людям не копить деньги, а копить золото и серебро. То, что я называл деньгами богов. И я бил тревогу так долго. Вообще-то, я даже счастлив, что Вирус здесь, потому что люди говорят «Я должен был тебя послушать». И я отвечаю «Да, ты должен был». Мы поговорим о золоте через мгновение. А что вы делаете, чтобы защитить себя, Роберт? Я знаю, что в последний раз вы покупали серебро. Довольны ли вы, что купили его ранее? Ведь сейчас люди даже не могут его найти. Это было в моей книге, вы знаете, моей книге «Фальшивые деньги», которая была перед книгой «Кто украл мою пенсию». А до этого была конспирация богатых. А до этого было пророчество, предсказывающее финансовый крах, который будет в 2016 году. Правда, он тогда не случился, а случился в 2020, так что я ошибся на 4 года. Но в любом случае, моё беспокойство в том, что большой рынок золота манипулирует всем. Вы знаете, есть три рынка, на которых есть фьючерсы. Бумажные деньги, золото и серебро. И есть физические. Цена на фьючерс не соответствует физической цене. Сейчас звучит пробуждающий звонок, который говорит «Кто творит беспорядок с моим золотом и серебром?» Вот что я говорю людям. Всем этим манипулируют. На самом деле, мы опубликовали эту историю утром. Я смотрела на фьючерсы, я смотрела на споты сразу после полудня. Там было расхождение в 45 долларов. Я подумала «Хорошо, а какая же реальная цена?» Мы видели, что произошло с серебром на прошлой неделе. С одной стороны, огромный дефицит серебра. Но у серебра был отличный день сегодня, хотя на прошлой неделе было стремительное падение. Так где же происходит эта дивергенция? Как я писал в своей книге, у вас есть фальшивые деньги, фальшивые учителя в школе, и они ничему не учат о деньгах, и у вас есть фальшивые активы. Самая большая фальшивка – фондовый рынок. Я имею в виду, как рынок вообще может пойти вверх на 1500 пунктов за 5 секунд, а затем упасть на 1000 пунктов ещё за 5 секунд. Если это не манипуляция, то проснитесь и понюхайте кофе. Но как мы с вами знаем, настоящая проблема в рынке репой, в вексельном рынке. Именно там происходит настоящее воровство. Когда мои друзья смотрят на фондовый рынок, потом звонят мне и говорят, знаешь, я должен был купить золото и серебро. Неплохо заранее бить тревогу и, наконец, понять, что теперь эти парни не могут найти ни золота, ни серебра. Так что я помолюсь за них сегодня вечером. Роберт, вы отметили в Твиттере то, что движение золота на 1 пункт, 100 долларов, которое мы видели сегодня, к сожалению, показывает недостаток уверенности в общественных и политических лидерах. Да, люди наконец-то проснулись. Поняли, что они не могут доверять своему собственному правительству. Я был пилотом во Вьетнаме в 1972 году и тогда я прозрел. Я сказал, а как же так произошло? Почему я стреляю в невинных людей? В кого я вообще стреляю? Это как оружие массового поражения. Кстати, Джим Рикардс и я написали книгу вместе. Она называется «Вороны» и книга о том, как увидеть будущее. Эти парни говорили подобное годами. Хорошая вещь того, что люди сидят в карантине, потеряли свои работы или дома, или пенсии, или бизнес, заключается в том, что они поймут, что система их поимела. Я думаю, что в этом послании. Американское общество, наконец, проснулось и поняло, что это не капитализм. Это коррупционный или преступный капитализм. Все эти стимулирующие пакеты, как их называют, они на самом деле не стимулирующие, а уничтожающие экономику. Это социализм для богатых, в то время как бедные, средний класс, терять свои работы, бизнес, сбережения и пенсии. То, что происходит, это преступление. Это причина, по которой я написал об этом настолько неистово. То, что мы делаем с нашими людьми, это преступление. Преступный капитализм, а не просто капитализм. Поэтому я так расстроен. Нет никакого финансового образования в наших школах. Чему учит школа относительно денег? Ответ – ничему. Если бы я был школьным учителем, я бы говорил детям «покупать серебро по 20 долларов». Вы были бы крутым учителем, Роберт. Когда вы прогнозировали и предсказывали, что будет сильнейший обвал, когда вы предвидели это в 2002 году, могли бы вы себе представить, что будет настолько плохо, будет ситуация подобного масштаба? Я не могла, и я даже сейчас не могу вникнуть в то, что происходит. Я знал, что это грядет, но я не могу поверить в это. Люди в карантине, они не выходят на работу, это как военное положение. Это искусственная Великая Депрессия. Когда там была настоящая безработица, здесь же она искусственная. Я имею в виду, что это куда более пугающее, чем я могу себе представить. Это более подлое и обманное, более преступное, чем я когда-либо мог себе представить. Я не боюсь, но я переживаю за людей, которые боятся. Которые думают, что всё это из-за вируса, а не из-за огромных сумм наличности, которые уходят у них за спиной. В рынках репо, вексельных и кредитных рынках. Они просто не видят, что их деньги были украдены за всей этой ширмой. Что бы вы могли посоветовать людям, которые пока не вошли в золото или серебро, и смотрят на эти цены, просыпаясь утром, и видят эту сильную волатильность? Подождать, пока дела немного выровняются, или покупать прямо сейчас? В этом вопросе я согласен с Джимом Рикардсом. Он взрослый человек, я соглашусь с тем, что он говорит. Дело не в цене золота, дело в количестве скачков цены на золото или серебро. Я не измеряю своё богатство в долларах или в золоте и серебре. У меня тысячи унций, я даже точно не знаю, сколько на самом деле. Я просто продолжаю приобретать, потому что, как сказал Джим, когда тебе это понадобится, у тебя не будет возможности это купить. Он говорит в точности то же, что и я. Поставки золота и серебра исчерпались, они просто пропали. Либо сейчас люди прячут золото и серебро, точно так же, как и дорогую туалетную бумагу и оружие, либо что-то ещё происходит. Проблема в том, что бедные и средние классы до сих пор не поняли послания о том, что золото и серебро — это деньги богов. Золото и серебро были здесь с тех пор, как формировалась земля. Ваш единственный контрагент — это бог, а не банк. Роберт, в вашем твиттере есть ещё кое-что, о чём я хотела бы узнать, а именно о предложении насчёт криптодоллара США. Можете больше рассказать о том, что знаете. Всё, что я знаю, это то, что если они пойдут по пути криптовалюты, то Федеральный резервный банк станет конкурентом биткоина, забирая у биткоина всю его силу. Когда они пойдут по криптовалютному пути, это будет означать больший контроль наших жизней через наши же деньги и меньше свободы. Джим сказал, они заберут наши свободы одну за одной, шаг за шагом. Им не нравятся наличные или золото, потому что они не могут контролировать их, там нет серийных номеров. Но они могут следить, они могут следовать за тобой и отслеживать твои передвижения. Не потому что ты преступник, а просто они могут это делать. Забрать твои свободы, просто регистрируя каждый криптодоллар или как они там его назовут. Центральный банк будет это контролировать. Помните, что Центральный банк, как говорят ваши люди, это преступное предприятие. Они воровали наши богатства годами. Это мое беспокойство. И я очень удивлен, что все благодарят этих замечательных людей. Роберт, а когда же все станет лучше? Как долго это будет продолжаться? Прямо сейчас для меня лично все довольно неплохо. Я был готов к этому. Я беспокоюсь больше о гражданских беспорядках. Вчера я был в оружейном магазине. Люди думают, что я против оружия, но я же морской пехотинец. У меня достаточно амуниции, чтобы вооружить Кубу. У меня есть оружие третьего класса, есть автоматическое оружие. Вы не идете на перестрелку с ГЛОКом, если у вас есть полностью автоматическое оружие. Это большая разница. Быть морским пехотинцем не значит быть больным человеком. Я думаю, что это может произойти. К несчастью, очень большой шанс, наверное, 21%, что у нас будут гражданские беспорядки. Именно поэтому Национальная гвардия уже в деле. Притворяется, что охраняет запасы туалетной бумаги. Это очень пугающие времена, Роберт. Вы упомянули Джима. Мы говорили с ним на прошлой неделе. Я знаю, что он выращивает собственные овощи и фрукты. У него все хорошо, где бы он ни был. А как ваши дела? Я делаю все возможное, чтобы оставаться в изоляции. Но я не останавливаюсь. Я не боюсь, потому что я подготовлен. В каком-то смысле я использую подход грязного Гарри. Ты придешь за мной, а я приду за тобой. Кстати, Твиттер удалил мои посты, потому что я писал реальные факты о коронавирусе, о гриппе, диабете, стрельбе и других подобных вещах. Это уловка, и у меня нет сомнений в ее реальности. Она сильно раздута СМИ. Это подделка, обман, чтобы украсть наши деньги. Я боюсь своего соседа. Вот кого я действительно боюсь. Если у них нет денег, чтобы кормить своих детей, то отчаянные люди могут пойти на отчаянные меры. Я думаю, что вы должны быть готовы к этому мысленно. Просто потому, что вы покупаете ГЛОК и стреляете в бумажные цели, это не значит, что вы тактически готовы к бою. Есть большая разница между стрельбой по мишеням и по настоящим целям. Редактор субтитров А.Семкин